Где-то можно было купить карту города и газету такую с сообщениями, чтобы ориентироваться в городе. Интересно было. Потом я там помню в одном городе я узнавала адрес женщины. Которая была, продавала помидоры из-за своего огорода всё. Там ещё был мальчик, юноша, который жарил тыкву, тоже продавал и кукурузу. Но я как бы узнавала, где мне покупать еду. Ещё я вспоминаю цвет. Там показывали мне цвет нежный, зеленовато-бирюзовый. Такой голубовато-зеленоватый. Я так подумала, это были такие там, как книги, приложенные друг к другу разной длины. Я так подумала, что это, возможно, цвет моего духовного дома. Нежно, светло, бирюзовый. Больше в зеленую, вот как Карибское море. Цвет только светлее. Там насыщенный, а это светлее, нежнее, постельные такие тона. Я так подумала, что это, возможно, цвет моего духовного дома. Хотя во время медитации я вчера видела золотой цвет. А вот сегодня во сне медитации я видела такой дом. Ой, цвета. Там я искала всё время свои комнаты. Там, где я чувствовала себя хорошо, где было моё. И потом я стала различать, что это две разные комнаты в двух разных городах. И уже их различала. Комнаты были слева, как коридор, и слева. Я вот если заходила, я уже знала, это не моя комната, в следующую ходила. Какие-то помещения были. Может, я ищу своё место. Вообще, на самом деле, я сейчас что-то хочу поменять, что-то познать. Моле глубинный смысл своего существования. Вот сейчас хочу поехать попутешествовать месяца три. Оторваться вообще от привычного образа жизни, мышления, от своих привычек. И именно на три месяца, не зная, что будет впереди, Попутешествовать хочу, не привязываясь к одному месту. Я еду к подружке в Саратов, и там хочу прописаться на три месяца, насколько можно по России. И попутешествовать в такие города, как Севастополь, Волгоград, Коломна, Самара. Ну и Саратов, соответственно. Это я опять нажала, назвала. Пять-шесть, да, городов. И ещё, конечно, к морю, но не знаю точно, какой город. Краснодар, Джубга. Вообще, хотела бы ещё в Анапу съездить. И там у меня есть адреса гостевого дома один. И ещё есть один адрес. Туда я хочу поехать, конечно, зимовать. Уже с другой подружкой договорилась, что на месяц поедем в Анапу. И обследуем там другие все города рядом. У меня есть в планах посмотреть Сочи, Ялту. Попутешествовать по Крыму. Ещё бы я хотела съездить в такой город, в котором была моя мама по путёвке. И вот не могу сейчас вспомнить название. Убежала. Но я вспомню его. Там моя мама загорала, сгорела. И потом лежала в номере гостиницы. И у неё голова сильно кружилась. Нельзя было загорать на песочке там долго. Получила солнечный удар. Симферополь. Нет, как-то... Евпатория. Вот вспомнил. Евпатория. И там, на вокзале, она сдавала в камеру хранения ручную кладь, где было очень много всяких вкусностей. Зефиры в шоколаде и прочее. И ей вот эту вот сумку не вернули. Потому что она её не накрыла сверху. Она была с открытым верхом. И кто-то позарился на её еду вкусную. Она там потратила очень много денег. И потом, чтобы нам вкусности, нам детям привезти. И потом она плакала. А уже поезд. Ей надо было уже садиться в поезд. Вот там были такие люди. Люди-воры. Которые лишили нас вкусностей. А маму ввели в горести такие расстройства. И вот хотела бы там ещё побывать. Да мало ли ещё где. Путешествия мои только начинаются.